не наоборот оплачиваем он получил за этот день и еще 5000 сверху ну это больничный и еще занеслось в этот ему акты и ваш не то есть он может потом раньше уйти на пенсию потому что него была такая рана вот там типа базово там можно ну царя что себе отрезаешь или порезай а есть полный пресс курант например что можно порезать и за сколько ногу отрезать так сразу на пенсию нога для стриминга не особо нужно короче 1 1 плюсы говорит а как он умудрился это сделать ну изи он если очень хорошо трубу так труба была под этим под давлением ли как-то назвать но она была слева справа в земле он посередине и разрезал так и я она получается когда ее полностью разряжаешь труба прыгает наверх то есть она но мы как-то называют по-русски ну но не под давлением напряжение напряжение легко лежит она зажата типа напряжение скрытие то есть болгарку и кинула просто ему откинула наверх а так как он держал большим пальцем эту болгарку типа ну прижимал как-то и ее назад в предположенную сторону и полностью в палец и пока он отжал там же этот называется в германии тотман шальтер рычаг мертвого человека то есть дословный перевод то есть как только человек умирает он не держит этот рычаг и включается понял удобно защитный кожух на болгарке куда делся но это разбиралась полиция куда он делся вот а еще был это уже 10-15 лет назад когда я такого фильма работал компании у нас рабочий режал резал большой болгаркой не маленькая и но есть маленькая есть большая которая где-то у нее диаметр 30 сантиметров у этой но на больше маленькой да и он резал перекладину оконную она и он положил ну он не скажем так не сильно умно продумал данная ситуация кран дамажится от лс я вижу вижу вот и он это резал перекладину это не сильно умно он ее положил и это перекладина она после того как у нее разрезал она тоже отскочила ему болгарка вот эта огромная отлетела в лицо распилила нижнюю челюсть верхнюю челюсть и один сантиметр от глаза и у него еще волосы такие были ну чуть-чуть длинноватые и они прям туда все в мясо в зубы туда и очень больно было потом вытаскивать все это но он выжил вот давай к игре да вот так как мы и так уже они жить и говорим и эра играет андетами нет я нас со строек могу очень много прохлада рассказать вас миша сейчас просил я сказал да зачем ты мясника позвал не но это человек меня водил вместо где где предлагал поесть сэндвичи из конины где милая милая лошадка улыбается а рядом топор и нож разделочный немцы они такие очень практичные очень прям очень так форсир прячется можно было подблочить сверху грантом если бы мысли это чуть-чуть пораньше пришла в голову одно из предназначение целых кличка замортирует фронтальный удар да класс там сказали врачи то что еще сантиметр и все дичь была бы ну во первых он бы глаз потерял он не потерял глаз нет сантиметр от глаза а от глаза я думал видов тогда в сантиметре от глаза надо если горечь сантиметр от глаза это можно подумать что он от глаза потерял сантиметр то есть достал в сантиметре от зубы конечно пришлось мучили сделать да уж лошадку за что она вкусная просто то есть ее можно вкусно приготовить там бергеры вкусные делают и миша хотел она блокаться заказывать потому что они бы тогда лошадь примешь так это там ты приходишь прямо и выбираешь лошадь и можно прокатиться даже перед тем как да еще ее можно покормить типа как-то предсмертно это как в америке типа себе прямых а и думает то что хороший человек ладно все давай миша смотреть саре 120 хоть и рашет харассит но у него первый дка а у фокус уже второй ну какой он на последний прям тычки залетел часто увидишь тебе понравится добро пожаловать в варкрафт сейчас добьет еще этого не хочет кобальда сдавать ой чайником добил хороший минус телепорт ты понял ты понял сейчас сейчас он это было умно это было очень это было не умно со стороны 120 вы думаете что форсир 2 уровня не кинет чайник но да это было красиво теперь можно спокойно третий третьего барсика получить да да и высунется андет особо не может с базы спас без телепорта и с таким декой ой да 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 его зажали а сейчас не можем мы вторым вторым чайником убить ну добей добей там нет бутылки от почему не добил боится я не понял все равно у нее нет бутылки блин а если был второй чайник убил бы ну фокус ну ё-моё ну как так то видос ой теряет хантера получает уровень на габу сейчас зашла да ну потом что снизу хотя до финда договорился в результате гулька убил молодец не в целом все равно он показался здесь плюс в хорошем стандарт не качает сейчас пока что нет xp дал хорошо еще этому таки но хорошо убил молодцом и хекс продолжение идет отличная их шикарный это минус 2 финда скорее всего будет но и сейчас 20 не отойдет назад на полиции 2 можно и все еще бывает мне фокус очень уверенно играет я бы агрессивность это один из признаков уверенной игры то есть если тебе если не бегаешь не крепишься там а вот именно готов играть контактными критии и давишь это очень хороший показатель и т3 еще сел да т3 крип такой гулю бьет мага не хочется отдавать на тому же арба и тележка здесь горку ловить то нечего ну орк сейчас просто время выигрывает у него т3 до конца чё никому же до времени чтобы тот на т3 чё-то на преимущество какое-то сделал и хекс нам было делать на такую именно чтобы он не получил экспы не то чтобы не убил сейчас заходит как же он давит а прямо на дедовской базе ё-моё он финда убил гаранта потерял на гранта на финда нормально менять волки хорошо он их это завязал скажем так преимущество пока дистров нету он полностью выжил из них опять ракета красивая горячий море теперь с пошли теперь можно уже потихонечку точнее не потихонечку а быстрее значительно крепится можно странно что он не прожил сразу берсов это же просто темп на 50 процентов больше урона если с кем танковать то нет резона не прижимать по кд просто эту штуку во время криппинга стоит просто ох блин как же все-таки есть проблемы там выходил героин закупался чем еще на форси рассмотрел поэтому ему немножко не хватило внимания и туда и туда и туда после варкафта пабджи или икс ком пабджи соком договорились уже чайна номер номер ван так фэс подходит ох на сейчас увидишь блин такие попытки от фокуса все равно красивый видишь добил час 1 и 2 добьет и он хорош он раньше очень заморачивался по поводу микроконтролев на таком уровне ну арка мы не нужно заморачиваться в общем-то надо заморачиваться ворком а че у деки у деки только in wall телепорта нет in wall и он отсюда может не уйти просто фирштейн все надо сейчас 7 секунд как пережить потом все он там ой барсик а он хочет но хекс том почувствовать что лича не знаю барсик стоит криво тут есть проблемы с тем что барсик может умереть да там маны есть тем то что захотел убить лича которого не убьешь а мог убить т.к. просто хексом и всем подряд думаешь он далеко там вроде был и не он в определенный момент руб близко ну окей включаешь стомп хекс сначала подбегаешь стом я слышу такую с тактику выровнялся все без мастер с медведем видимо до или мисклик и медведь нормально здесь орка просто диспол нет в таком билде вообще никакого но медведь хэдхантер мят от от откидывается вообще довольно бодренько турен что так я не понял 120 сейчас возвращается в игру у него героя 3 3 потерян таурен кодой очень голодный блин в той ситуации реально надо было наверно деку не выпускать и все как он рассказал то есть а крип джека это в правом нижнем углу зажимаю тебя на на точке и у тебя главный герой с меньше половины хп с одним инволом каким-то макаром выживает блин на бисмастер это тоже такой герой конечно кодой худой бисмастер креативной стратегии 120 дистри поя пошли турен 1 этот проблемы он так будет ловить просто все но сало нету сало нет но фокус есть там столько хэдхантеров смотри-ка берсеркеров турен 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 блин он подбегает туда-сюда аудаки есть репорт кстати стомп на деку тыкни в деку что в деке хил а может хил ну да я не знаю что уреном делает это вообще дичь какая-то вроде все равно по армии выигрывает андет 8 сливор к извините битый бист убить табуретку одного волка просто пошли не надо всех минус бисмастер минус табуретка форсир кстати без телепорта на сюда не уйдет уже есть койл и короче минус фокус чайник перед смертью окружает саху саха пытается высасываю ману лечись ё-моё как это мне кажется все таки 120 переконтроливает опять же фокуса там нет коэла можно леча забрать хекс хекс не там есть койл более успел отрегениться не 120 конечно очень жесткий по микроконтролю почему никто голема не выкупил с бамбром ну а они там умирают быстро ну голем сразу умрет бамбра дорогой дорогой бамбр такая армия смешная work вот такие есть инвул таурен врывается четвертый лич уже когда пытается сесть второй таурен ну съешь кого-нибудь кодоем ты чего серьезно такой слупок чё что с фокусом творится сейчас ты будешь офигевать просто от микроконтроля а и у него была большая бутылка у таурена когда он сдох дискорту соколика соколик алё алё соколик ты слышишь меня соколик я с тобой разговариваю а ты не отвечаешь а я тебе пишу ты не смотришь я в шоке просто зелиме слезами миш ты видишь как фокус контролит да ну отходил новый конечно не поконтролишь на блин но это уже мои ожидания были не так высоки ну 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 это что такое он отдал турина с бутылки тогда когда умер с большую бутылку ну хоть иска прокачался но он вы тоже мог отдать но сейчас койл новый все это же в история на не выиграть на размин в минус идет 4 лич 4 лич хекс попытка убить давай может успеть может успеть ты увидишь он успеет или нет успеет минус лишь и ну может потерять сиску да вроде когда должен потерять господи какие качели а третий бестмастер третий минус финн выравнивает фокус 35 лимита у андеда капец какие качели конечно но у него видишь форсир в конце сражения с маной делать чайник это значит что он не кидал долгое время его таурен выпивает следующем сражении большую бутылку значит она у него была как бы когда он умирал в прошлый раз форсире сейчас 3 5 может скоро получить 5 это приятно надо медведя убивать не значит он не фокусит медведя бестмастер окружают таурен приходит а бомб подходит рейдер пытается ой лечит рейдера стоп хороший минус бист прости что раньше времени сказал но минус бист оооо пятый таурен пятый пятый форсир точнее все волки надеюсь улича можно не длина ли час этого нет сетку можно убить у него же нет ничего не только у него инвул есть ну а нечем снова тормозить его а там же сеточка сзади волк пишет нет нет ну петь что-нибудь там я не знаю да убивает за стоит армию подождет что правая кнопка на борщике все наконец волки невидимые и без теста такого ложь просто невидимым волком не атакует круто ну давай рейдер все этого убивает съел красава кого бомбы съел что ли до назад не надо не не жертвы волками не корми это столько экспы когда прикрывать у нас есть сетка смотри сразу рейдер такой хопа замахнулся и вся армия побежала назад просто замах но только хотя бы чё-то сеточка на обсидианку невидимыми волками статуэт волки жрут смотри финда сейчас hex можно сделать почему их hex 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 tomb минус dk ну падай dk 5 сих как как он камбэ чнулся овощей непонятно гг пишет щегол и улетает и красава на бешеном контроле микро молодец да кто победил фокус победил плюс мораль фокуса но игра и реально сложная было то есть обоим было или кейм топовая микро потом он как-то расслабился сильно думал то что все уже победка начал давать героев потом вернулся пока не на сейчас подойду сакулик снова нас кидает я смотрю скэтмена анимированная аватарка в этом дискорде кстати анимированные аватарки это тоже то что у нас будет в планируется в обновленном gg плюс повторюсь что мы к концу этого месяца планируем сделать переработку gg плюсом наши общие подписки сделать ее гораздо более ценный решить некоторые технические моменты которые не позволили нам делать фичи которые упросили серии смены никнеймов или никнеймы на русском языке в том числе соответственно мы планируем сделать анимированные аватарки подписчикам gg плюс и в общем да там где-то шесть фичей будет прям как артон арктон просил чтобы была страничка мне можно было засаппортить проект мы решили что мы трансформируем gg плюс сделаем стоимость подписки ниже но там будет несколько градаций по по стоимости с фичами купил gg плюс на год а все равно синий в чате ты можешь настройках поменять скорее всего ты обратно менял в настройках потому что как только ты приобретаешь подписку ты автоматически становишься розовеньким со звездочкой антман активировал премиум спасибо энтман но в уху реально двое чё по себе они братья как так получилось кого-то ноль у кого-то у кого-то о видимо в никнейме тесак 69 поддержал ваш канал на 123 рубля и сообщает миша добрый день добрый вечер добрый какой-то тревожный давай перепройдем миссию где погиб разрушитель интересно же дальше что будет и плюс опыт в смысле как ее перепройти если сейфа тебя только один то есть я же не делал сейвы после каждой миссии все разрушителя точно не вернуть у меня пока вопрос буду ли я перепроходить ну и вышку на которой собственно произошел сегодня губ в x-коме вот но выводы сделаны я не очень хочу прямо сейчас браться за новый трай естественно потому что много времени нужно и есть желание посмотреть все таки что что там будет еще дальше потому что скоро появится самый последний тип его врагов у нас уже последний тир оружия последний грядет тир брони фа сегодня будет сегодня мы в папчу поиграем можно было конечно фашечку еще бахнуть но сокол уже отпросился у оли и его отпустили поиграть в паб g а паб g мы не играли сто лет лучше коробки покидать или подержать пыря за руку да у нас есть вторая миссия пятой компании четвертых героев у нас есть кандидаты на новое прохождение типа диска элизиума киберпанка или даже кинкс баунти 2 ты уже как он прошел до прошел кто кого прошел непонятно но прошел всем добрый день друзья это у нас что ни на есть самый финал сто двадцатый против фокуса играет они до трех побед к сожалению вслед за гуфом в экс чеме у нас гуфнулся и фогич как раз на сто двадцатом без каких-либо шансов ухты а тут деката может не выйти о какой блок вы посмотрите что творит фокус капец как он зажал не фокусом в некоторых моментах контроль контролит просто как как царь просто как царь сейчас он там и справа волками подблочил и форсиром до этого заблочил слева гусь всеслав поддержал ваше 500 рублей спасибо большое майкер салют цоколу привет привет за красивую игру сейчас около придет спасибо тебе за за привет за поддержку гусь всеслав гост всеслав дк вынужден там по подлечиться немножечко и просто вот давит на базе прям на базе давит форсир представляете а можно взять оставить 1 фс а какого-нибудь отправить волков с этими с хат хантерами подкрепить какой-нибудь . хотя 1 фс не сдержит но он так и пытается видите сделать перебил лечение сам отступил немножечко до рыбалочка будет скорее всего после варик только я должен поставить буду 30 фпс потому что у меня есть что система которая с одним компом она гораздо более простая если вы собираетесь стримить то естественно не стоит нагараживать для начала системы из двух компов чтобы не было у вас вопросов с захватом игры чтобы не было проблемы захвата звука и передачи звука с одного компьютера на другой и соответственно проблем там с раз синхронным возможным вот но для ресурсных игрушек типа pubg если вы хотите именно 60 фпс вам действительно без карты захвата не обойтись но можно даже решить с одним компом с карты захвата через дубль загонять в карту просто я этого не сделал зачем звук на один перешел а просто у меня 2 начал выключаться под нагрузкой и дело скорее всего в блоке питания но я так и не разобрался компьютер лежит не знаю в чем дело форсирует а время ныряет на базу он уже дважды пожалел что это сделал за финдом нырнул в результате финда не убил телепорт потерял жизни потерял хат хантер на отступление потерял почему именно система из двух компьютеров это какой-то стандарт для стиммера ну там концепция в том что тот компьютер на котором у тебя идет игра в нем на нем нет никакой дополнительной нагрузки то есть и не нужно захватывать и не нужно обрабатывать видеопоток до современные процессоры позволяют делать обработку по крайней мере ну восьмиядерные какие-нибудь там вот но все равно на захват тратятся ресурсы видях если например полностью загружена то могут быть пролаги в игре или по спайке на на стриме либо одно либо другое поэтому такая более чистая система схема точнее это когда у тебя на одном компьютере четко идет кодирование ты можешь выделить все ресурсы процессора именно под это а на втором чисто игра вот и но и эта система гораздо более сложная и дорогая потому что нужно два компа на одном конечно видях и не нужно только процессор для кодирования но в целом еще видео карточка видео захвата для того чтобы передать видео сигнал и ну дополнительные провода по крайней мере чтобы звук передать ну или там не знаю зависит от системы от звуковых карт частности короче смысл коротко у меня на паб на паб g будет картинка хуже чем у сокола вот и потому что графон другой и потому что у него кажется 60 fps тянет не грусти миш ничего нормально хорошо да я скучал у тебя 60 fps у 120 кристалл был или у тебя 30 fps в паб g на стриме вот что кристалл болтаре как он сразу правильный я его про этого убежал блин келуха nvn конечно решает проблему но nvnk с nvnk нужно давать значительно больше битрейта ох ты рейдер попытался окружить сейчас хорошо вообще пока тебя не было фокус неплохо понапрягал но к сожалению увлекся забежал за финдом потерял телепорт и форсирую него он он зато здесь смотри какая ситуация сразу все красное решила а ты не видел как он зажал он на первой же точке фокус пришел его на желтенькое вот сверху от база андеда кто открепился фс подошел подблочил его с волками и тот не смог выйти сразу после первой же точки минус телепорт фокус очень хорошо подготовлены главный камень не словить думаешь койл сейчас кинешь так раз прилетает камень минус тарка оба крепится покажет закончим про nvnk ну на nvnk нужно больше битрейта на что получить такое качество ядра кодированы на видяхи они же вроде отдельно на nvnk находится и они не влияют на производительность ну если тебя там игра все заедает но тебе нужно ставить раза полтора битрейта больший как если бы ты кодировал на процесс через 264 кодировщик но да да и требования к исходящему интернет тоже повышаются так как как это интернет проверить проверим спирита скашка гуде . у тебя исходящий хороший так здесь great на кодое время качается иска качается апарсик бегает чекает но тоже этот lightning ball никакого не ладненьку отмечают не кристалл был уже андет кажется хочет сражаться о дискорд lightning shield кристалл болл что-то имел ввиду кристалл был почему-то вливаешь как так я не знаю это какая-то автоматическая хрень на автоматическая хрень почему не знаю первый раз такой дискорде вижу может там тебя пишется типа мы не слышим от вас ничего поэтому о вот это уже сражение такое новый добивает мурлока здорового сайланс кидают крайне невыгодная позиция для орка варен пытается прорваться прорвался хорошо ты увидишь порадуешься то урен просто плотно у него плюс 9 сил у него косарь хп просто минус 2 финда делает сейчас фокус на развороте готов вроде как сражаться скроф спид недоконтраливает берса вызывает волков врывается врывается вперед у турина нет маны на стомп и закоп очка просветка тут же от фокуса кристалл болл нет пытается деку забрать стомп ай не успевает циклон только не то по раньше времени сейчас можно дека убить и стомп бах на инвул стомп красиво падает урен сейчас ты увидишь шоке будешь опять инвул наличие можно потерять до расслабился фокус но если там был инвул надо было тыкнуть тыкнуть увидишь там инвул и прожимка рожал уже когда в воздухе был так то есть он автоматически короче смысл в том что не надо было стомпать знаю что там сто процентов будет инвул что если он как бы есть то он в любом случае прожмет его у него времени вагон пока он летает даже видишь про не не всегда протыкивают предмет как выяснилось дестройер появляется диспейлит волков пытаются тыкать деку сетка ну а как тут без без хекса без ой-ой-ой и строй деконтраливает столько жертв ё-моё форсир еле-еле убегать если бы ему если бы его окружили он был все не ушел ну я думаю что не стоит хранить раньше времени фокуса на что он умудрялся из такой ситуации выходить сейчас то время придет снова сетка дистра фокс по дистру там койл а почему не разводит волков когда он их кастует это кстати был стандарт в свое время как всегда делай форсир еле ушел сейчас без лечения тяжело скоил новый у тебя минус фс вообще с форсира можно было убить вот сейчас он стоит форсир чего его не убивает вот и я спрашиваю чё не убивают минус кодой да но это уже 11 перекормлен 433 уже герои лимитов фокуса нет он понимает это пишет гг выходит да но момент были красивые в этой игре интрига ай карамбо там я слышал что диска элизиум очень хороший язык высокого уровня имеется ввиду английский я не потяну переводить его потому что мы вот с с товарищем английским занимаемся и он кстати стримил на гг проходил как раз диска элизиум и переводил но у него совсем другой уровень по знанию языка и как раз он сказал что там пару раз пришлось ему в словарь заглядывать короче говоря я не справлюсь миша кстати насчет стримить я где супермен но он стримил уже у нас я не знаю где он час когда он стримил минимум две трансляции было и скользим читать же можно русский перевод есть там общались друг товарищи о том что переводите получше если знаешь там уровню около на этих нужен я бы сказал так что да так что лучше на русском погнали ф-1 банача 1 переподписан 53 месяца витя привет давай комент чего ты фокус против 120 шаг 11 так best of five правильно я вот 5 карта хорошая для органа из-за колодцев но для антеда она хороша тем тоже середину и красную точку антеду легче сама закрепить с финдами там декой или чем на т2 сразу на выходе по времени быстрее но сумме нычка ставится в орка довольно таки удобно с новыми стратами через хэдхантер и довольно таки далеко убежать андеду туда но андед может тоже сам нычку поставить через такой играет стасек пишет те еще английский учитель с ней в играх то очень интересный факт я вообще по-английски был вообще ноль бум бум в школе через компьютерные игры там в cg помнишь мы с тобой встречались в cg 2008 год ноябрь так вот там благодаря вот играм я хоть как-то подтянул английский на уровень того что я могу общаться с людьми не то есть нормально только ну то есть школа так да но гейминг это так вот так что да миш темно темная прохладная ночь ноября 2008 года сейчас я смотрю у меня здесь висит мой этот пропуск 2008 год сокол да сзади подпись михаил мярчук этот день когда мы встретились да я постоянно его вспоминаю или только благодаря мне вспоминаешь креатив напоминаю не ну я лишнюю информацию в голове не держу зачем жить прошлом что правильно что ты не хочешь что-то сказать пропуск 2008 год да 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 у не жалеет куэл на этого на волка и добивает при этом еще серьезно справа мороженые десерты это реально фотка интересно или нет но люди как-то очень странно смотрят ему деду дал че cgd 1006 класс было время сетка вещь какая хорошая на хат хан тропа для андера даже куэл опа не на всех от хантера я думаю умрет конечно смотрю буду можно слушать громче да я его сделал дважды чуть громче он сам от микрофона отходит нет я ничего я вообще ничего не трогал вот видите как громко его стало слышно я ничего не трогал бубни то что он что-то тебе бубнит под этот самый под микрофон свой в сторону куда-то это потрогать меня за влажное вымя но не сегодня господи я представляю твою маму как бы это странно не звучало сейчас вы спал бы мне думаю блин там как как ее зовут кстати ольга ольга соколова вот такая да куда несет моего молодого инженера мама мама я акции водорода купил младиться на покупай усредняй так ну ладно чё это хантер и второй барсик скелет разведывает но скелет него толку нету потому что андет далеко на оранжевой точке любит второй уровень получает андет два с половиной у орка и у него очень важный девайс есть это вард дает ему огромнейшее статистическое преимущество во время сражения наверно будет но он один же поставил чтобы знать когда туда прибежит андет но это было неправильно что он его там пособил что он был же разведан скелетом это значит что андет туда не пойдет крепится потому что андет знает что там не покрепишься ты смотри что творит какой муж ап 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 и скелета еще про про разведал а почему он не использовал хэдхантеров для того чтобы поджать я тоже не понял да выходим андет крепится орк пытается андет но сейчас еще вовремя подойти я разрешку делает то очень странный криппинг сейчас еще blood last и ой сейчас огур тут расскажет он хилы blood last inner fire wave второй герой подойдет может помочь андет он больно вписаться спокойно крепится но скелетом конечно прибежал о-о-о-о-о слева выйдет уже нет форсера главный убрал как же огур у нет хэдхантера под контроль он боится что к нему сейчас ворвется андет из последних сил но андета рейнджер подконтролил тролль тролль сеточка да как кидают сетку сразу спадает агро с цели и перестает бить благодаря рейнджерке там сумасшедший темп криппинга идет ой кодой молодой он сейчас туда и может заход сделать убить нет бетона и орк битый такое количество скелетов ё-моё хорошее девайсо турена не закажет не добил огра чуть-чуть бору кстати выстоял если бы вытащил рабочих начал чинить интенсивно и сбору который стрелял мог бы и спасти это логово а сейчас ему даже плюс один супплай ничего не поможет потому что это кстати повод на халяву поставить экспант нет ой зато ему выбор выпала пайпа и только сейчас увидел только сейчас я уже и еще плюс 6 им ты барси да ладно надо все иски передать им ага так да 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 я знаю я тебя троллю просто это манипулирование сокола было я вперед прыгнул в другую комнату ну видимо там какой-то тайм-аут есть решил что лучше обновить и сокол уже тоже пошел строчить в чатик окей ой койл какой в дракона сейчас влетел ты вот и увидишь тоже понравится и выпала еще хорошая аура хорошего я подлогнулась это нет мне интернет хорош но не за 55 евро вся ты же 2 подешевле взял до поменял один насколько за 50 евро у тебя мегабитов ну 100 евро я плачу в месяц за этот за выделенная пища hardware рутер рутер да что покупать да это не выгодно я слышал ну да это очень невыгодно и выгодно невыгодно в аренду брать если ты планируешь больше года пользоваться как бы там я очень выгодно поверь я через новый получаю без никаких этих вопросов сейчас за големом кто кто ну так и хотя бы на кого блин кажется то урен получил до левую же точку закрепил андетом вот у него мана стил оттуда появился а здесь стыкнул то урен не был заюзал по маленький ембуд заюзал большая старость я не знаю вообще через рейнджер какой-то как раз хопач так перестроился против орков современных играть ну типа там диспала нет а у тебя армия скелетов и они очень помогают ну и плюс ты крепишься значительно быстрее чем с личом то есть если карта такая которая позволяет тебе ну типа тартал rock а ну где есть много мелких можно есть что крепить то рейнджик 2 на лучше захочем ли чем на вид за 5 евро можно ну там уже у нее непростой роутер летом наверняка какой-то топовые asus овский или вообще там микротик и топовой а дочь телекомовский то есть типа как у нас рост телекомовский я не уверен что он топовый не там топовый напишешь какой он мы посчитаем те целесообразных как бы платы 5 евро чтобы тебя расстроить сражение жесткой 120 кажется это просто в салатом перри перри контроли вает на кодой молодой не может ничего скушать плохо все ралич уже автор или что урин 1 турин мертвы скорее всего да у него есть ману на ему жалко видимо проще сдохнуть как бы с маной и кода у нее не уйдет сейчас койл не дали не долетел до фендица но в целом тут развал просто фокуса идет редко подробно рассказывать про игре рассчитано видно на зрителей которые хорошо все знают ну да было бы большое количество повторений если мы каждый раз рассказывали прям можно устроить какие-то дни специальные дни где мы там какие-нибудь ну прям прям основу основу ну как грубый например типа вот когда кидает койл дк он поднимает фрост мур ну и поэтому можно понять что у него сейчас исчезнет 75 мана и полетит койл в финда со скоростью 1 койл в секунду и это это можно заюзать ну точнее увидеть и предотвратить попадание койла в юнит и убивая этого юнита за это время неплохо дни дни щегла привет более не на старый фокус то не бывает но он нычку не поставил это раз да да тут и героя круче лимита больше 433 там третий лич а это урин 2 наверно да только урин там даже 2 нету дни щегла дни щегла ой кодой молодой что ты делаешь да то урин все еще 1 прикинь 1 1 таурин как же он отваливается ё-моё инбула то урена он хоть стомп сделает 1 он сделает хоть стомп за свою жизнь господи у него полная мана он пол стомп сделает стомп да домой уже пора а плен он не мог сделать стомп у него же аура была прокат нет 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 он со стомпом же был нет у него аура было да да а а ну все равно зачем ауру качать ну бас мне показал что когда он прокачал аура появилась можно перемотать здесь не я вспомнил да у него потому что до этого в чатике писали сколько много аура там только турин вышел из этого может они имели ввиду аура паладина который фс вы меня там была я потому что обратил внимание и бриллиан сауру может они имели ввиду который выпал тоже в сумме там две ауры 4 кодой 24 кодой то ряда 4 бриллиант стрим говорит аллилуйя заметили что была аура ты две запятые пропустил не . концы не поставил ну что щегол судя по всему идет к успеху не зря он штампанул фоге 40 так а я думаю я пойду быстро перекушу чтобы потом упал нифига себе бабджи не дайте не уходи с дискорда я сейчас быстренько перекушу то есть я успею еще так что давай до скорого бисбальт говорится по немецкому как через бисбальт бисбальт до скорого до скорого я не поздал сказать что там аура дни не все давай сокол иди уже не опоздал все нормально там аура там все ауры у него были кроме стомпа хэхэ кроме стомпа бисбальт на когда наших нет финале это лаки игры здрасте планируется фа пократки либо не до планируется я думаю что на следующей неделе учитывая то что я освобожусь от иго xcom а макер знает где ставить запятые точки будьте внимательнее запятая пацаны в чатике ты перед где не поставил запятую игра начинается а и и Продолжение следует... 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 Вот, но пока я не вижу никакой серьезной агрессии от фокуса СХ пытается цепануть А, вот он финт, которого можно цепануть Что опс показывает? Хексом цепанул, но переключался на тролли, потому что слишком много Форсира окружили без телепорта, просто в тупую подошли, окружили Ой-ой-ой-ой, ФС Их хексом окружил Подблочил, вы видели? Сейчас было очень много хороших тем Во-первых, хекс на героя, чтобы тот не получил опыт Во-вторых, прекращение стрельбы по Форсиру Специально, чтобы не убить его, пока ДК находится в хексе О-о-о, не, 120 играет, конечно, да Очень грамотная тема И вот если, например, я, если честно, долгое время не знал, ну, не помню до какого года Что герой в хексе не получает опыт То ты смотришь как на происходящее и думаешь, что это за маневры такие странные Все продумано Но Барсика, конечно, на халяву окружил 120-й Точнее, Фокус не доконтролил дико По сути, к герою подходит армия, его окружают Он стоит все это время на месте Это очень странный был маневр такой Фокус куда-то не туда смотрел Вот, и сейчас Фокус еще пытается поставить А, он на Т2 вообще играет О-о-о-о Все, ему отменяет нычку И это ГГ Но он с пиладжем пытается тут пограбить И что-то получится у него Говорят, что Кодой мгновенно переваривает юниты под хексом Нет Нища артурщик говорит да Да ладно Нища артурщик, ты прикалываешься? Сейчас сокол придет и поможет мне с этим Кажется нет Ну нет Я думал, что может юнит вываливается после этого Всегда так было? Что? То есть если Кодой в хекс кинуть Я не знал Мне даже немного стыдно Но эта тема актуальна в орковском мирове, естественно Как контактно-то они играют За каждого Мурлока бьются Минус гулька все Очень красный орк Сейчас хопкоил Деку окружают Справа не окружают Справа нужно... И слева нужно блочить Слева нужно блочить А, там дарк ритуал у него есть Вот оно что Михалыч Продолжают тыкать Сетка еще одна Но какой ценой это делает фокус Ооо Сейчас справа выскочит ДК Ой, после такого можно выйти просто Ооо Хекс Четвертый ДК Чайник Нет, все-таки ДК умирает Но оно того стоило Тогда оно того стоило, безусловно Хотя не безусловно Потому что что-то много потери у орка Минус две гульки Минус финт Уже компенсация идет классная После смерти ДК Очень много смертей за счет рейдера За счет сеточки Минус еще одна гуля Нет, тогда, тогда нет Тогда тут можно продолжать спокойно Да, экономика лучше 120 Но там достраивается база ДК вы купили в таверне Это сильный удар по экономике Майкер уже играл против Сокола Да, у нас была серия Просто он меня размотал Как щегла Пошел Пиладж Четырьмя рейдерами очень быстро Вырубается склеп Возвращается ДК Лич с полной маной Я не пойму, где Нова Нова кидается в Сыху Сыха третий падает Ой, очень битый Лич Очень битый Лич Чайник Пытаются окружить форсира Пытаются тыкнуть в ДК Там бесконечные сетки Просто с этих пяти рейдеров Но урон наносить неким Подрезает фендица Но там двойное окружение рейдеров Просто Еще рейдер слева Еле-еле выживает Справа Сетка Еще сетка Окружен, окружен рейдер И выходит из окружения Очень хороший контроль Но там правда Койл И Врываются Пытаются тоже кого-то окружить Форсира что ли Но попадает под окружение ДК Но у нее есть бутылка и телепорт Тык снова в ДК Экспанд пока еще не работает Как же контроль Он старается рейдерами Не подставляться под скелет При этом ДПСят с форсиром И волками Но здесь хороший контроль И у того и другого Ну если мы не считаем Окружение форсира На халяву Просто в чистом поле Так в целом ок Тир 3 пошел Скелеты решают Ну скелет в милишной атаке Считают футмены те же самые Просто в два раза меньше здоровья Но зато их там 8 штук За 150 И они бьют рейдеров хорошо У рейдеров там 600 Сколько там 10 хп Средняя броня Они за удар по 20 получают Больно Минус рейдер Минус хедхантер Тык в ДК Не понимаю зачем Здесь только Орг терпит Хотя вот сейчас уже Получал ДК У меня есть бутылка Книжку читает За книжку борются За все борются они Ой как аркадный играет Конечно Ё-моё 120 аркадный играет Ну смотрите У меня там Сейчас надо будет бутылку точно выпивать Потому что 3 сетки Он блокирует пока Ловит Лича Лича передает Телепо Бутылку Бутылку не выпивает Передает телепорт Его хексят С телепортом Телепорт на земле Оооо И зажимают ДК Ё-моё Ооо Ооо Да вот это вот тема С передачи ТП Товарищу Которого могут Каким-то макаром Задезейблить Ну то есть Ты передаешь телепорт А в тебя влетает молоток Например Или в тебя влетает Хекс Как сейчас Это такая подстава Представляете Просто В хексе В хексе можно выложить Предмет получается Потому что он передал Телепорт Личу Его захексили И он скинул телепорт назад Жесть Ну в хексе можно поднимать Предмет Соответственно Можно видимо И бросать Там вышки Не хочется лезть Виверны появляются Но виверны Хорошая тема Как раз Ты сидишь в лимите 50 У тебя готовится Т3 У тебя хороший запас Ну Ты типа экономику делаешь Хорошую Виверны В чем их минус Они во-первых Разваливаются Если нет лечения А здесь лечение Как бы уже второе есть Во-вторых Им нужен Т3 Для того чтобы Яд сделать Потому что яд Там половина урона дает Ну медленного Даже больше чем Половина Там у виверны 80 кажется яд Самый сильный в игре А урон типа 40 Ну с кодами Больше понятно Но смысл в том что Яд было бы неплохо сделать И тебе по-хорошему Нужен под это Еще контроль Контроль имеется ввиду Стан Чтобы эти юниты На земле Которые могут Что-то сделать С вивернами Какое-то время Хотя бы Потупили Ничего не поделали Поэтому Таурен Третий То есть Фактически В такой ситуации С первым форсиром Нужно в три героя играть Для того чтобы Виверны Работали нормально Но если такая тема будет То Это сумасшедший ДПС Универсальный Причем такой Хоть он и пирсинговый Но на самом деле Он довольно универсальный И потому что Они летают Они не зависят Особо от Рельефа местности Они Соответственно После этого Из-за того что Они не рейнджовые Летают Они фокусят Очень универсально Отступает Агрессивный телепорт Попытка Словить Но здесь уже ДК пятый ДК пятый Правда лично Всего лишь второй А колита Сожрали Зачем сейчас Лезть сюда Фокус еще не выходит Не вышел из лимита То есть он вышел Извините Но он не смог Достроить Сто процентов У него где-то Да Семьдесят На руках Еще семьсот Голды Сейчас он Борову под восемьдесят И погнали Но что дальше делать Вот мы Вышли из лимита Как нам с вивернами Штурмовать базу Очень просто С рейдерами Питлорды надо Там не диспала Речь идет о том Что хауль Не контрится тут Просто То есть ты делаешь хауль И ДПС у виверн Снижаешь сразу на треть Ну нет Не на треть На самом деле Где-то процентов На двадцать Всего лишь Учитывая то Что на яд Не действует Хауль Вот Ну и на всю армию Действует Хауль Он хороший Рейндж Да Виверны Могут Такой ДПС Внести Вот То да То нужно Брать Какого-то Типа Он кого-то В таверне Взял Типит Лорд Не рейнджерка Рейнджерка Берется для того Чтобы заткнуть Таурина Но В отличие от Пита От нее В массе Толку Вообще Никакого Нет Очень Сомнительный Выбор То есть Рейнджерка Здесь Во-первых Не прокрепится Не поможет Прокрепится Карта Уже Почти Вся Закреплена Во-вторых Она 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 Более Тощая У нее 550 хитов Ее Третьего Коила Разорвет На части У Пита 750 Если я Правильно Помню На первом уровне Один из Самых Жирных Героев Ну Они с Алхимиком Там на пару Топ 1 Топ 2 Кажется Вот То есть Вы Например Когда рейнджерку Калите Вы в любом случае Не будете Эффективно Использовать Койл Потому что Ну Вы во-первых Не будете ждать До конца Потому что Рискуете Потерять Героя А вам все равно Нужен какой-то Буфер Чтобы Предмет Не взял Ну погнали Лечение Виверный Ой Виверный Как плохо Сайленс На Таурене На третьем Без инвула Он Ой Таурен не сделал Стомп Стомп И сейчас Он прожимает И вул Что Ааа Почему Сейчас Почему Спустя Пять секунд Когда уже Сайленс Почти закончился Ё-моё Вот это Контроль Контроль Все красные Но виверные Развалиться Здесь должны От такого Кольщика Финдов Контроля Я слышу Как они падают 55 лимита Уже орка Вместо 70 с лишним Финды Правда Тоже Ааа Подождите А скелеты Скелеты Это из палки Да Еще Минус Вверны Я не понял Или ему Передали Потом Во время Битвы Инвул Или у него Изначально Был инвул В инвентаре От Я не знаю Вообще Должен быть Изначально У того Рена Инвул В инвентаре Потому что Ну Он Врывается И делает Стом Там полегло Огромное количество Гулей На самом деле Лимиты У них Сопоставимы Но 5-3-2 На 5-4-3 По героям Преимущество У Фокуса Ой Виверны По дестройеру Стреляют Хорошо Минус Один Дестер Минус Виверна Иверна Еще Виверны Идут Еще Финды Идут Ну Если Избавиться От Просто Дестра То Волки Третьи Помогают Но там Уже ДК Шестой Капец Какой же Он Жесткий Магазина Не хватает Здесь Орк Очень Минус Еще Виверны Очень Битые Финды Очень Битые Виверны Контракт Закопки Нет Такая Кормежка Идет Обоюдная Очень Красиво И 120 Улетает Не Убил В этом Надо Наверное Лимите 50 Посидеть По возможности Хотя 120 Не Сидит Понимаете Очень Много Зависит От Первых Стомпов Когда У вас Равные Лимиты Вы С вивернами Против Финдов Вам Очень Важно Первых Двух Трех Финдов Забрать Как раз Таурен 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 С Инвул Предположительно Ловит Сайланс И Не Прожимает Сразу Инвул Для Стомпа Стоит Сражается Невыгодно А если Топнуть Получится Закоп Конечно Получится То есть Очень Много Зависит От Таурена Стомп Но Кривой Ой 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 ДК Кстати Пустой ДК Пустой ДК Пустой А у него Дарк Ритвал Есть Сайланс Хорош Ну уже Три Виверны Умерло Все Это Раскачивается Кривой Стомп Это Три Один В пользу Сто Двадцатого Ну армия урока Не осталось Хороший Томп Тык на Лича Можно хекснуть Попробовать ДК Да Ну у Лича Да Лич выживает И пока ты бегал У тебя там Минус Все армия СХ Пятый Пятый СХ Это хорошо Он третьим Личением Откидывается Но Пустые герои Уже У орка Пустые Правда И у Андеда Но Андеда Герой Это пожестче И быстрее Регенит Благодаря Обсидианке Значительно Продолжается Кормежка Орг Андедовских Героев Минус Кодой Минус Виверны Свет Минус Финт Декубы Окружить Ну что ты Не пытаешься Даже этого Сделать Там Рейнджика Правда Справа Не получается Как же Жалко Виверн Ну вот Уже Такую Критмассу Виверн Восстановить Крайне Сложно Койл В дистрабл Видимо Да Хекс Там нет Кстати Этого Ой там Нет Там можно Убить героя Все еще Можно Убить героя Ну потому что Есть Мана На Хекс Там Правда Дестры Есть Он пытается Найти Способ Чтобы Ой Тауриен 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 Отступает Контроль Хороший Конечно Хороший Оверол Очень Хороший Контроль Смотришь На фокус Схэппи Там Дикий Пот От 20 Без шансов Да нет Не без шансов Я бы не сказал Ну по счету Почти без шансов Типа Но игры Видите Все такие Ну ладно Не все Игры Затяжные 4 6 4 3 По героям Рабочий Не прячется Бору Я не знаю Как это Объяснить Акалиты Идут в бой Вот сейчас Только если Каким-то Мега Чудом Через Херокил Через Мега Грамотные Стомпы Тауриен Сайлент Ловит Прям Очень четко Вот сейчас Можно Хороший Стомп Сделать Давай 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 О Вот это Шанс Минус Один Финт Минус Второй Финт Виверны Где-то Сзади Отстали Видимо От сетки Но там Дистро Правда У тебя 42 Лимита На 60 Где-то Да Да Это я Выдаю Желаемое За действительное Там Герой Андедовский Капец Маной И Уровень Шикарнейший Просто Пытается Пытается Влететь Таурент Снова У него Так Минус Один Финт Минус Экалит Таурент Еле Живой Кстати Откоил Новый Умирает Таурент Если Не будет Сейчас Лечения Рабочих Перебор Зачем С Бороса Вытащил Дестройера Можно было Забрать Сейчас Он Отличился Таурент С Инвулом Стомп О И Нечем Лечить Таурена И Койл Не кидает В Таурена Там Таурен Умирал От Деки Вообще Без Без Проблем Абсолютно Дестройера На Боросе Теряет 52 Лимита Минус Рабочие Устанавливается Мана Лич почти Пятый На Скроу Спит Пытается Перехватить Хекс Одного Там Свита Купили Спортира Может Умереть Ой Какое Лечение Там На Последних Минус Дестер 36 Лимита На Сколько Где-то На 40 Я думаю Пятый Лич Ну Ё-моё Стомб На Одного Юнита Пустые Герои Очень Битый Форсир Шестого Уровня Пытаются Его Шотнуть Койл Что ж Ты Зачем Ты Вы Верну Ты Ай 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 ФС Шестой Падает Ну Сражение Мега Мясный Прям У-у-у Чаянно Пытается Фокус Тут Тыкнуть В ДК У него Есть Неуязвимость Уже Играется Кажется С ним Ай Ну на сахия саха вынужден наступать фрост армор улича вариант пытается отступить тоже сражается фокус как лев ману скоро накопит на койл 3 койл через несколько секунд хекс на дк у него истинбул натуре он падает это гг это гг и койл сейчас будет на минус 3 герой гг пишет фокус до финальная серия была все-таки напряженные